приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы немножко поговорим о том как бороться с похотью очень много вопросов поступает и в личку и в комментариях и ага что делать с похотью уже понял что нормальных отношений искать ну как бы можно попытаться но в принципе на краткосрочную перспективу можно не загадывать скорее всего а может быть и вообще поменьше загадывать чтобы поменьше разочаровываться но с похотью что делать и соответственно кто-то пишет что многие комрады понимают что отношения трешовые все-таки лезут туда потому что как похоть реализовывать так вот друзья я уже говорил некоторые давал лайфхаки как бороться с похотью еще несколько штучек наколупал эффективных на мой взгляд скажем так я до них дошел последнее время получилось 6 штук давайте я вам сейчас их по порядку озвучу и так лайфхак 1 ржать будете них по списку короче полазите в интернете найдите звезд ну женщин звезд там не знаю международных российских кого вы хотели бы чпокнуть свое время сейчас я больше говорю для мужчин которым уже либо под 40 либо за 40 то есть для допустим 19 летних этот способ не подойдет так вот которые вам казались красивыми чпокопривлекательными короче говоря найдите посмотрите их современные фотки я как-то даже не задумался я давно не смотрю телевизор давно не интересуюсь там жизнью звезд хотя и раньше не особо интересовался но вот эти фотки которые там где-то я когда-то видел фотки или видео ну да были таковые так вот друзья по мне по ладно не буду креститься все-таки идиотская ситуация я недавно фотки клавдии шифер нашел так вот когда вы увидите что допустим вы найдете какой-то свой идеал и вы поймете что внешний вид это очень превратная штука он меняется не в лучшую сторону вы поймете что ну по крайней мере вы перестанете возводить похоть в какой-то идеал в какое-то в нечто что нельзя перешагнуть обойти как же похоть и так далее как же без ну на полном воздержании жить просто поймете относительность этого явления скорее миражность то есть допустим одно дело скала да на тысячи лет стоит и она неизменна а другое дело мираж вы туда побег мираж скалы вы туда побежали и растаял так вот внешний вид и сексуальное привлекательность это наверное понятие больше относится к миражу вот да нашел я недавно клавку на ребятки да в общем то все течет все изменяется это первый лайфхак второй лайфхак он очень схожий найдите полазите потратьте время не посчитайтесь найдите какую-нибудь вашу школьную любовь клавка себе может дорогую косметику позволить друзья а ваша школьная любовь как правило нет поэтому если склава еще все нормально относительно нормально весьма относительно то ваша школьная любовь примерно даст вам тоже самое что и клавдия нашим но намного больше потому что это проживание как правило в россии соответствующими условиями жизни короче говоря найдите найдите какую-нибудь девочку которой вы боялись признаться найдите ваш идеал ведь на самом деле те чувства школьные они наверное самые сильные они настолько сильные что вы даже сказать о них боитесь подкатить боитесь реально переоценка там ощущение завышенность ценности просто колоссальная найдите найдите в социальных сетях кстати говоря во многих случаях вы наткнетесь на фотки практически того возраста представляете вы лезете искать сейчас 40-летнюю тетю а там болтается фотка ну 17-18 летней девочки видимо то что скажем так иоган советует вам искать они сами хорошо понимают предмет поиска вот и поэтому решают оставить фотки те предательски и так вы не увидите нынешнее состояние вот но друзья попробуйте может быть какие-то ставят нынешние фотки я не находил тех девочек которые мне принципиально нравились одну нашел но у нее действительно фотки того возраста стоят я это не просто так говорю про фотки других которых я находил если бы тогда они мне нравились то по похоти бы это ударило сильно то есть можешь посмотреть вспомнить свои ощущения как раз похоть и задавшись вопросом я испытывал похоть по отношению к этому у вас вообще на пол шестого упасть и уже остановиться на этом времени и никогда дальше не пойти так вот тоже очень хороший лайфхак лайфхак поищите ваших школьных идеалов ангелов во плоти весьма весьма друзья следующее третье очень много людей переоценивают собственно похоть ощущение похоти как же я справлюсь так вот друзья не давайте себе спать двое суток а потом дайте и после этого вы поймете что означает слово хочу вы поймете хочу который нельзя преодолеть вы поймете что когда вы говорили как же справиться с этим хочу вы дурью занимались вот двое суток без сна и вы поймете что означает хочу и вы поймете вообще ценности в жизни без еды да в принципе то же самое но там больше придется двое суток без сна будет равняться примерно четырем суток без суткам без еды вот поэтому без сна лучше и сама пытка бессонницы она на самом деле намного эффективней по крайней мере то до чего доходил я именно бессонница ну как бы не бессонница что вы не можете уснуть а нельзя уснуть там машину ведете для меня это были ощущение острее даже чем три дня без еды полностью в сухую вот поэтому попробуйте чтобы понять что означает хочу когда хочу действительно очень сильно и вы увидите что такое хочу который нельзя перешагнуть и после этого вы поймете что все что касается похоть это вполне себе перешагиваемые вещи вполне себе цветочки следующий момент выберите музыку выберите музыку из детства какую-нибудь просто от которой у вас слеза набивается купите билет на самолет бананы в уши взлетаете и смотрите выход за облака под эту музыку и вот когда вы преисполнитесь просто ощущением прекрасного вы поймете что такое прекрасно после этого запомните эти чувства и после этого сможете ли вы вообще к любой женской внешке к любому женскому облику применить слово прекрасно после того как вы визуально увидите что такое прекрасно не будет ли для вас применение этого термина к женской женскому внешнему виду в некотором смысле оскорблением слова прекрасно нет не потому что женщина там уродливо как-то выглядит нет не в этом дело не потому что женщина плоха а потому что вы видели, что поистине прекрасно. Все после этого померкнет. Главное, помните свои ощущения. Не просто картинки какие-то, а свои ощущения. Я сказал, каким образом они добиваются. Это взлет за облака, и это музыка. Но музыка, которую только вы для себя подберете. Которая не раз, наверное, вам уже дух-то рвала. Вот. Это субъективно и личностно очень. Ну и последний момент. Пятый. Так, пятый. Нет, суммарно шесть лайфхаков. Тогда привет последний. В этом состоянии, когда вы будете подниматься на самолете и слушать музыку, помяните добрым словом и доброй мыслью самого близкого для вас человека, которого сейчас уже нет в этой жизни. Для кого-то может быть это будет животина, а не человек. Может быть с животными лучше отношения сложились. Кстати говоря, ничего удивительного в этом не вижу. Вполне. Учитывая, что такое в среднем человек, я понимаю, что основной массой самые светлые воспоминания могут о животных быть. Так вот, помяните. И после этого, когда вы спуститесь с самолета, будете ли вы применять какой-нибудь женщине, которую без года неделю знаете, понятие люблю. Вот после того, как вы помянете того, кто вам по-настоящему близок был. Вот. И есть. Он был, но близок он вам есть. После этого, не покажется ли вам плевком на термин люблю похоть, которую вы в основном испытываете на первом этапе отношений по отношению к женщине. Так вот, вы, судя по всему, после такой экскурсии самолетной не скажете по отношению к женской внешке прекрасно и по отношению к женщине, особенно на первом этапе отношений, вы не скажете люблю. Не потому, что плохая внешка, не потому, что чувств у вас нету к этой женщине. Просто вы не будете осквернять тем, что вы испытываете и видите термины прекрасно и люблю. Вот это тоже очень советую. Возьмите какой-нибудь дешевый самолет, подгадайте акцию, по большому счету неважно, куда лететь. Относитесь к этому, как к карусели, в соседний город слетаете, вы билет найдете там за полторашку за какую-нибудь. Найдите акцию просто и все. Какой-нибудь убой на авиакомпании, типа, не знаю, не будем говорить даже, не будем в сую упоминать. Без багажа полетите, чтобы вам его там не обмеряли сантиметрами. Так вот, и последний шестой лайфхак. Ну, он, конечно, не такой романтичный, как предыдущие пять. Утрахайтесь когда-нибудь на износ. Утрахайтесь через силу. И когда вы скажете, что все, довольны, как Роджай с золотой антилопой, ну уж нет, продолжайте. Так вот, когда вы утрахаетесь до отвращения, запомните ваши чувства. Что, в принципе, по отношению к тому, к чему у вас постоянно какие-то восторженные чувства, вот, добраться, добраться, там, буду, не знаю, три дня унижаться, кормить, комплиментами осыпать, терпеть унижение, лишь бы, лишь бы, лишь бы. Поймите, что именно это может вызывать отвращение. Просто сейчас, может быть, вы такую мысль не допускаете. Не знаю, потратите деньги, что ли, поснимите там профессионалку, или, не знаю, бывшую позовите. Просто утрахайтесь до потери пульса. И посмотрите, в принципе, что к одному и тому же процессу возможно не только чувство, вот, как слитку золота, но и чувство отвращения. Поскорее бы уже, фу, кончилось бы оно. Попробуйте. Вот эти лайфхаки дадут вам очень серьезное снижение похоти. Очень для многих комрадов, по крайней мере, судя по запросам, актуальная тема. Короче говоря, друзья, попробуйте.